всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гела васадзе и сегодня у нас традиционные итоги недели с фархадом мамедовым приветствую фархад очень рад видеть здравствуйте гела здравствуйте тоже приветствую наших зрителей призываем подписываться на канал совершать все эти активности которые возможно сделать на этом канале вот в рамках приличия чтобы нас могло видеть большее количество людей большее количество людей спасибо и ну что перейдем с места в карьеры тема вроде бы обсуждалась обсуждается и так далее но еще будет долго обсуждаться конечно же то что произошло с президентом ирана но начинаю я обычно с другого я начинаю с того чтобы оценили итоги визита президента ирана потому что они тоже важны до чистка день и хотел вдаваться в подробности того что случилось тем более что сегодня уже есть официальная информация о том что власти иран исключают террористический акт это техническая неполадка там ошибка пилота и так далее вот тем более я не разбираюсь во всем этом деле не в вертолетах не технических подробностях значит сигнальных устройств тогда для азербайджана очень важно что и принципе это отметил президент чтобы вот эта инерция которая привела к этому визиту она была бы продолжена то есть азербайджан контактирует и взаимодействует и ираном махиталин и смет их между собой потому что иран обычно наряду с официальными структурами имеется ввиду президент министерство обороны службы значит отвечающие за безопасность пограничные войска и так далее в иране существуют еще и параллельные структуры такие как сепах различные религиозные фонды и так далее которые также имеют выход на верховного лидера и каждое государство оно само выбирает с кем взаимодействовать и посредством кого например мы видели в российской федерации свое время одного из руководителей сепах косыма сулеймани то же самое касается некоторых стран ближнего востока и тогда религиозный элемент в азербайджане был представитель наряду с посольством был также представитель верховного лидера но во время к вида он уехал и его офис соответственно был прихватил свою деятельность в азербайджане соответственно вот этот контакт да был прерыв мы взаимодействовали только с официальными лицами и к сожалению президент и министр иностранных дел погибли в этой катастрофе соответственно я предполагаю что на время предвыборной кампании будет какая-то пауза в отношениях с азербайджаном и параллельно контакты будут конечно и с исполняющим обязанности президента и с исполняющими обязанностями да то есть эти структуры не остались на без своих руководителей вот наверняка на каких-то саммитах и так далее будут встречаться но азербайджан полной решимости продолжать процесс нормализации с той точки на которые была достигнута значит соответствующей договоренности во время встреч россии с их аумалиевым на вот границы сам россии сам по себе он никогда не был ну скажем так умеренным политиком наоборот он был сторонником жесткого курса и в принципе его уход совсем не означает что курс смягчится в общем-то но во внутренней политике но внутренняя политика ирана тоже не может не интересовать азербайджан это понятно конечно понятно что не может поэтому еще больше я спрошу так насколько вы разделяете вот эту дихотомию есть условных ксир условно говоря потому что правда условно то есть консервативные силы которые не любят очень сильно бакинскую республику и есть государственные деятели которые готовы с азербайджаном налаживать хорошие отношения или все-таки не все так однозначно и там просто там есть единая политика но в рамках этой единой политики какая какие-то там повод у нас существует азербайджан находится списке стран насколько я знал решение любые решения по которым принимаются согласовывать согласование с советом безопасности ирана и непосредственно сверху вот любое решение поэтому если это идет на рассмотрение совета безопасности и верховного лидера на вот в этом процессе на влияние могут оказать различные силы которые имеют членство в совете безопасности или же приближенные к верховному лидеру поэтому вот не все так легко проходит наших отношений отношениях эти зиркзаги есть и глубина этих зиркзагов да и в лучшую сторону и в худшую сторону она иногда приводила ну к большим последствиям ну у азербайджана есть опыт и эффективного взаимодействия и здесь нужно еще одну вещь понимать что большой пласт вопросов азербайджана иранских затронут он он еще и находится в трехстороннем формате с россии я имею ввиду транспортно-магнистическая тема поэтому здесь также есть и участие российской федерации особенно вот финансирование строительство железной дороги и так далее вот мы будем только надеяться да будем смотреть кто станет кандидатами в кандидата потом кто пройдет этот экспертный совет и кто станет кандидатом в президента чтобы понять тренд конечно от личности президента мало что зависит он является исключительно реализатором общей политики вот но обсуждать что-то нужно определить человека с которым вести переговоры даже есть это будет представитель там радикального крыла и так далее вот чтобы понять что мы продолжаем или же происходит что-то другое в принципе в принципе то что мы идем на двусторонние контакты с армии то что есть результаты по этим двусторонним контактам с арменией каких-либо иных таких принципиальных региональном контексте противоречий между азербайджаном и ирана нет есть только определенные разочарования в ожиданиях друг от друга и мы наблюдали последние годы последние годы в азербайджанах были завышены я прошу прощения что-то произошло со звуком а любые сейчас как вот честно сейчас лучше очень многие жалуются да я очень извиняюсь что и на такие проблемы возникают вот завышенные ожидания друг от друга но азербайджан освободил свои территории и иран в той или иной форме и даже в прямой форме он признал признавалась территории хотя хотя или не хотя это уже не имеет значения признал территорию как азербайджанская республика что касается ожиданий иран от азербайджана они тоже завышены и принципе обе страны демонстрируют что в политике да мы не отвечаем может быть каким-то максимальным ожиданием друг друга но по минимальным ожиданиям очень даже нормально можем сотрудничать и взаимодействует я не совсем правильно видимо сформулировал вопрос но это я так спрошу если азербайджанские антиазербайджанские силы вот такие выраженные руководстве ирана скажем так да наибольшее улучшение отношений между азербайджаном ираном произошло в период президентства в ухане предположим что в ухане станет президентом ирана или же его там сподвижник министр иностранных дел его периода зариф станет но если союз безопасности ирана там верховный лидер принимают какие-то радикальные решения в отношении азербайджана они будут только исполнителем этих решений кто бы не был бы там избрался бы там президентом кого бы не назначили бы премьер-министр президентом значит министром странах дел иран если это будут более конструктивный с ними просто будет легче вести переговор если там дают сверху отмашку о том что отношения до можно нормализовать вот с радикалами это будет идти может быть трудно а с более умеренными это будет ускоренно продвигаться принципе как это все и было в период президентства ухать понятно вы уже затронули эту тему тем не менее спрошу армянский аспект взаимоотношениях ирана с азербайджаном он совсем ушел или а за дни азербайджана сына нам он совсем ушел но я не думаю что совсем ушел и вам в той или иной степени но поддерживает нынешние протесты в армении взаимодействует с властями армении но они видят что вот эта инерция армяно-азербайджанская нормализация набирает оборот открыто препятствовать они этому не могут поэтому они не против этих протестов некоторые проиранские эксперты деятели они активные участники этих протестов мы там наблюдаем фиксируем себе вот и вам принципе достиг того что за счет интересов армении обеспечил себе на сегодня реально автомобильную дорогу из основной части азербайджана на чуанскую автоном то есть эта дорога даже если завтра зангизуший коридор будет если завтра автомобильная дорога через армению пройдет эта дорога будет как альтернатива или же армянская часть будет альтернатива иранской дороге ну ну вот так они этого добились за счет интересов армии если армянское руководство будет тормозить процесс значит по разблокировке коммуникации не предоставлять азербайджану упрощенные значит ну мы его назвать беспрепятственно упрощенные условия проезда грузов и людей то иранская сторона будет и продолжать в принципе тему уже прокладки железной правда они когда увидят что азербайджан и турция уже замыкаются на иране а вот господин урал углу министр значит и сняж 8 инфраструктуры до турции он заявил о том что концу года начинается строительство железной дороги нахчеван как с и когда у него спросили про армению слушать да там есть это там но есть там будут проблемы будем через через мира и он тоже сказал дело что все должно завершиться две тысячи двадцать восьмого тридцатом году какой бы из вариантов нет вот если они увидят что между армении азербайджаном эта тема не находит своего решения то они могут с какими-то новыми предложениями о значит кортавки железной дороге листу если они увидят что альтернатив нет более длинному дороге не из ангеландского района в ордубаске а из ангеландского напрямую в джельфу побольше на их территории это дорога была побольше денег зарабатывать побольше участка в этом стратегическом коммуникационном проекте это все они тоже следят за всем этим делом и насколько больше армии упирается настолько больше возможностей у ирана добиваться больших привилегий и больших возможностей заработать и стратегически участвовать так если железная дорога будет через нахичевань тогда есть связь тогда с ираном уже все через джельфу нахичевань карция зачем тогда какой смысл еще как будто железную дорогу прокладывать это и вопрос не к нам к армянской стране понятно что они я понял железную дорогу из центральной части азербайджана как все равно нужно же куда нет у ирана будет доступ через нахичевань в турцию да 2 2 2 1 у них есть который упирается в озеро ван ван да да что вы что не есть хорошо да а второй будет через нахичевань да но а из центральной части азербайджана железная дорога должна быть чтобы закольцевать это ну да да это тоже через территорию ирана но уже не в ордубад заезжать будет равно в джельфу напрямую чтобы побольше она проходила на территории ирана я к примеру говорю то есть один из вариантов который обсуждается в органе форту бады вроде бы есть уже железная дорога же и хвордубаде сразу же зовут и поедут так так тогда же чуть больше 60 километров получается по территории да а если они захотят я уверен в этом чтобы что это было бы в джельфу это больше километража и больше денег больше своих денег это все равно не перенесет а что касается дело рога давайте я процитирую господина копчака что 60 километров это не аналитика эта информация да по поводу того что они хотят больше до джельфу странные они странные ребята но и мы вообще построить что-нибудь больше или меньше это уже другой вопрос кстати но вспоминаю речь на стороне вспоминаю фархада момента вот так получилось так сложилось у меня в жизни а так вот вы наверняка не помните а я помню даже где-то было первый раз сказал разговор возле в ресторан заходили там стояли разговаривали перед рестораном значит и меня если они там хотят больше то ребята здесь там еще больше что а ну ну это уже да другая тема после я заметил что господин левитин бывший министр транспорта значит российской федерации потом помощник президента путина получил тоже помощник президента путин но уже конкретно там по моему идет по стратегическим коммуникациям и так далее то есть должность у него такая в администрации президента стал вот он лично курирует все это дело и мы видели как его вертолет приземляется врежьте на футбольный стадион то есть он они все там смотрят насколько я знаю из российских источников открытых что там уже проведены в основном земельные работы то есть да 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 то есть там деятельность идет непонятно потому что русским то как раз таки даже потому что уже был ответ на этот вопрос вообще записать интересный пост по поводу зарифа по вашим данным насколько вероятно то что зариф будет принимать участие но он собирался на прошлых выборах вот его не пропустили даже стать кандидат я думаю что этот пост это заявление зарифа о том что виновата сша его можно истолковать в двух ипостаси первые адресат это соединенные штаты что это не за трампа и из-за вашей политики за американской непоследовательной политики сорвались соотношения с ураном поэтому власти они гости это была реакция на 5 2 избрания россии было до избрания россии я так понял что где-то в проводе проблему я ее решили сюда избрание россии это была реакция на трампа и и сейчас открытый месяц зарифа в том что это из-за вас проблемы то есть создали сырано а что касается внутренней политики то это открытый месяц что продолжать в этом русле нагнетание ужесточение санкций нам становится все сложнее и сложнее реализовывать политику потому что все прокси и ирана на ближнем востоке они сейчас под ударами открытыми удары бомбардировок со стороны израиля сша их союзников серии вливание в ираке в йемене и это проект систематически уничтожается вся эта военная инфраструктура которая создавалась ираном годами для своих прочих но она же то что она что только сейчас уничтожается на жира же уничтожалось ни в таком объеме не в таком количестве геток по ливану израиль разве до 7 октября пулял в таком объеме по и по территории сирии да по ираку по йемену по йемену вообще никто ничего не реагирует столько лет а сейчас вся их инфраструктура она там уничтожается систематически этот это для нас там новость разбомбили все в йемене то-то то-то и то-то а это же разбомбить то что секунда и огромного ангара соответствующей техникой нет а сколько трудов стоило техник туда перевести людей обучить и так далее то есть это все ресурсы которые создавались годами они сейчас уничтожаются одним пуском ракеты жизнь и они такие же такая что называется и ничего не вопиши и конечно же про вот цели про иранские там про иранские эксперты и так далее в армении про иранские это равно пророссийские тоже они всегда не всегда потому что есть эксперты которые выступают с темы что россия нас предала но сегодня и ближайшей перспективе самым важным союзником армении может и должен выступить иран а то есть иран как альтернатива до запад далеко запад кроме сожалению ничего не может сделать единственный гигант поэтому мы должны эту тему рассматривать ну вот так вот да то есть иран как а вообще иран насколько может стать альтернатива для армении учитывая общественное настроение и так далее в сфере безопасности до посмотреть это все возможно сфере безопасности они даже готовы военную базу там открыть взять на себя функцию охрана границ и так далее они открыто об этом заявляли в принципе а кто против против правительства пашиняна кстати пашиняна поехал на похороны россии наш тоже поехал от вас кто был премьер-министр и министр иностранных дел понятно понятно почему поехал пашиняна понятно почему поехал наши понятно почему от вас был пример я даже не буду видеть все понятно где даже не буду спрашивать бездет азербайджана посетил посольство саму сам соболезнования вывозила все то есть все самому высокому вне азербайджанского протокола это нужно понять и это нужно транслировать да ну просто уровень уровень значит посещение имеет значение травм не травм не объявляли у нас политической истории азербайджанской республики я такого не припомню чтобы я почему не делал какой-то стороны объявлялся бы трал кстати а почему турция берила 1 демонстров честно сказать не знаю это решение эрдогана было но вот значит так конечно посчитали но в нашей политической традиции этого нет это что участвовал премьер-министр министра странных дел а президент посетил посольство это самый высокий уровень вот протокола вот в этом контексте мы уже сказали о том что в армянской в армянских реалиях про иранская это не всегда равно пророссийскому российско-иранская сцепка и влияние на азербайджан российско-иранские близкие отношения и так далее насколько это влияет на азербайджан то что сейчас является по сути военными союзниками давайте не про азербайджан а про регион и здесь кстати зацепим и грузию потому что я на ваших передачах несколько раз говорил про эту тему стратегического баланса в регионе и что война 2020 года она имеет свои геополитический результат плюс два минус один эта система то есть что в россии был союзником армения стратегический партнер азербайджан отсутствовал отношения с грузией у турции союзник азербайджан стратегическое партнерство с грузией отсутствует отношение сами у ирана со всеми тремя странами есть дипломатические отношения но ничего стратегического и вот 2020 год война и у этой войны есть но 4 в основном да но 4 1 так скажем один результат касается исключительно азербайджана но он тоже имеет геополитическое значение это освобождение восстановление суверенитета над оккупированной территории но три результата это мир между азербайджаном и армении армяно-турецкая нормализация и открытие коммуникаций они еще не свершились заметьте что во всех этих трех элементов присутствует армии мир между азербайджаном и армении армяно-турецкая нормализация и разблокировка коммуникаций с кем с армией поэтому идет борьба за армию и правительство пашиняна предоставила возможности всем актерам участвовать в этой борьбе на своей территории я специально делаю паузу чтобы зрителям как бы вот эта информация этот самая доходила порционно соответственно что мы получаем результате что если происходит армяно-турецкая нормализация вот она самая важная для той сцепки о которой вы говорите армяна ирана российской степки то турция приобретает позицию плюс 3 союзник азербайджан стратегический партнер грузия и добрососедские отношения с армией а у россии с ираном ничего не меняется иран может получить часть в стратегическом проекте по зангизурскому коридору альтернативе правильно же и россия может получить могла получить по девятому пункту по территории армии то есть они могли изменить свои позиции вот именно по теме разблокировки коммуникаций поэтому между ними идет такая конкуренция кто вот эти результаты войны кто возьмет больше для себя оттуда турция берет по умолчанию армян-турецкая нормализация открываются границы идет широкое взаимодействие притом я поэтому подчеркиваю мир между азербайджаном и армении это не полная нормализация отношений потому что до пола до того до чего достигнут или же начальная точка отношений турции и армении вот до этой точки мы еще должны будем с армянами лет 10-15 еще поработать они сразу начнут и торговля и взаимоотношения и так далее и тому подобное вот поэт это сцепка ирана и россии вот она сейчас готовится к появлению турцию в армии к появлению турции в армии второй элемент по которому задеваются грузии и по которым я их позапрошлом году и в прошлом году мы с вами об этом дискутировали это грузино-российские отношения то есть если россия видит что на горизонте начинает маячить армян-турецкая нормализация то для россии очень важно нормализовать свои отношения с грузией это можно сделать двумя вариантом или военным или же переговором мы об этом с вами говорили гела говорили 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 я тогда вам говорил как там было джентльмену удачи вот мы говорили же об этом что да может быть что и после например если бы там киев за три дня получился у россии вот в этом отношении было совершенно иная позиция в отношении но на сегодня мы имеем реальность таковую что война в украине продолжается ресурсы тихо-тихо истощаются с обоих сторон но мы сегодня сейчас говорим исключительно россии значит в отношении грузии работать другой сценарий и россия в отношении даже армении тоже идет в долгую и в этом отношении вот в этом контексте все суммировать то вот влияние россии в грузии о чем мы последнее время до больше начали говорить и вы в особенности это прогнозируемый был процесс значит впереди россия видит армяна турецкую нормализацию значит если у нее плюс 3 и у россии должно быть плюс 3 какими методами они этого добьются это вот мы сейчас видим значит в процессах которые происходят после вот на под вашим постом давид так не швили написал что один из ваших гостей будет говорить что все это личные финансовые дела будет заголовок москва тут и причем грузия идет в европу это я отвечаю страшную это дубнов это дубнов все 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 стандартно все стандартно я уже записываю я уже записываю все этого еще нет буквально через полчаса там вот эта передача с названием грузия вас хватит ни при чем грузия идет в европу не я почему-то подумал что он про меня не или я становлюсь нестандартным или же господин дубнов все все стандарт нестандартно сейчас сложно и невозможно и не надо я попытался вот буквами написано не перебивай да и договорить но я прошу почти минута рекламы если кто из вас я знаю что в азербайджане он уже достаточно известен не смотрел в шесть часов было значит разговор с давидом обсеури я рекомендую его посмотреть потому что это абсолютно спокойный разговор основаны именно на экономике и и политика там основана на экономике а давидом обсеури все-таки он он един в двух лицах он профессор экономики и он дипломат посол кадровый дипломат элитный поэтому я думаю что просто настоятельно рекомендую тех кто хочет разобраться в процессах посмотреть это интервью ну конечно завтра с валерой еще нашли само собой валерой это святое да прошу прощения я берегу да я да я завершал мысль о том что если в россии видят что у турции позиции вот именно в контексте армии и в контексте региона они увеличиваются то и россия должна будет маневренно действовать в принципе она эту маневренность уже демонстрирует на примере армии что после встречи с путиным начале мая они уходят из тех позиций которые они приобрели после войны 2020 года оставляют армении в дкб пока я с граница как сказал директор бортников фсб директор фсб и значит база все это остается и они еще увеличивают товарооборот они открыли клапаны и это идет значит они работают долго это же самое касается грузии то есть насколько маневренно будет россия в этом отношении на сегодня это исключительно деятельность в информационном я так вижу это можете со мной не согласиться в информационном плане поддержки правительства грузии в его противоречиях с западом по этому самому закону что будет на следующем этапе это будет до выборов или после вот это самый главный вопрос это зависит от запада кстати нет я конечно понимаю что армяно-турецкого регулирования один из триггеров но ну я бы сказал бы что это вряд ли главный триггер активизации россии как в грузии так и в армении наверное все-таки главный триггер в том что ну а куда им девать дело дело висит дело висит вы замираете все все вы сейчас нормально да хлопайте глазами вижу так обидно бывает когда забираем значит я к тому говорю что конечно же конечно армянно-турецкое урегулирование для россии это важный триггер и так далее но все-таки главный тригер на мой взгляд это то ну а куда им деваться как как и как и не активизироваться когда южный кавказ получается единственный вот такая горловина отдушина во внешний мир потому что дальше понятно что из казахстан и у казахстана центральной азии выбираются в афганистан и в иран соответствующей инфраструктурой поэтому понятно что россия сделала ставку достаточно серьезную грузии активно в армении активно кстати на ваш взгляд то что там она вот что-то уступила где-то там ушла сваркнуться еще что-то насколько принципиальные уступки по да позвать но столько я думаю что принципиально ну а то что ушли они с границ значит с азербайджаном и вдоль зангизурского коридора это возможно тоже было принципиально свое время да но сейчас же этот процесс уже двусторонний формате решает это исключительно участие россии в армяно-азербайджанском треке вот в этом контексте если нет никого в этом треке то россия в принципе удовлетворена тем что да что вашим никого не было бы запада чтобы не было бы и нас тоже там быть не может я так это понимаю а вот в двор ноц это уже исключительно российско армянский контекст это контроль это действие внутренних паспортов и так далее ну вот если пошли на этот шаг согласились с этим значит они показывают свою гибкость хоть какую-то гибкость до в отношении своих ресурсов которые у них сейчас есть и вот игра в долгую это же потом можно возобновить промежен ну если бы на россии зачем хотя зачем остаются союзниками остаются же союзник опять же отличие вот когда вот вы говорите дело что и вы сегодня написали об этом и писали говорили об этом уже на протяжении последних там месяцев что если грузия не будет прозапада она обязательно станет пророссийской правильно да здесь вопрос заключается в том что грузия институционально уже очень глубоко интегрируется запада интегрировалась запад правильно же и только вот правительство до демонстрирует как вы думаете антизападный вектор института же они все еще там все еще там конституцию кто-то менял 78 статью у вас есть за что зацепиться у вас же есть за что зацепиться вот у армении институционально они вот акб и аэс сам правительство демонстрирует что она прозападная вот когда начинается вот этот вектор мы начинаем верить тогда когда происходит действие по институтам по конкретным основополагающим решения вот если там происходит аннулирование тогда да мы говорим что армения начинает разворот пока это риторическое не в грузе то же самое может я опять же очень много в грузии будет зависеть от результатов выборов и если правительство завучиться поддержкой она наверняка будет продолжить тогда мы поймем это пророссийский курс или же это курс на увеличение своей субъектности 2 миллиарда вернут не вернут 2 миллиарда кого вернут ну не знаю у кого их отбирали не у грузии ну да так правящие дело я понимаю я это все прекрасно сейчас вы мне скажите грузии выборы будут наверное не факт не фахт не факт что у вас военное а что здесь живет здесь но как он живет как вот это все сейчас я думаю должно стать основным триггером для вашей оппозиции для вас лично потому что вы активно принимаете это участие в этом процессе на уровне блогера информации и так далее произвести эту консолидацию до консолидацию этой части общества вокруг там одной двух там трех партии и так далее общество общество консолидировано политики обряд не плакать ландо но будут ходить эти протесты и протест кстати не слит и он будет продолжаться до будут ходить одни по улице туда-сюда будут будут ходить до выбора будут ходить после выборов толку от этого никакого нет важно что не гела важно чтобы они бы в день выборов пошли бы проголосовать пойдут но как как говорил товарищ сталин важно не как голосуют важно как считают это уже дело опять же политических организаций и того же самого протестного населения но опять-таки мы с чем имеем дело в том что уже сегодня виден не анонсировано а сказано что уже введены просто неизвестно против кого и что персональные санкции я сегодня же написал что если кто-то думает что запад ограничиться персональными санкциями не ребят если кто-то думает что грузия так цена для них что они будут вот нас халить или лет нет нет мы просто уйдем в русский мир а кстати я пересмотрел свою позицию об обреченности вашей нет вы будете создавать альтернативную реальность но только с другого входа да это дороже да это экономические и политические тяжелые но зато как говорится если не будет другого выхода куда вы делитесь да это останется это останется но под контролем русских иметь коммуникации довели эрдогана довели до того что он вспомнил европейский союз дело я понял вот по железной дороге у нас 50 на 50 да вот туда как россия может вклиниться на тебя россия может очень просто вклиниться туда просто на просто в какой-то момент будет принято решение что в конце сюда все эти железные дороги 50 остается там а это 50 будет югорода южно-кавказской железной дороги я все-таки вот в этот в этот сценарий не то что отказываюсь верить да у всех сценарий есть возможно вариант да да но но я это какой-то маловероятность прокурор если грузинская мечта останется у власти она вот прямо опять же будет институциональная я пока не вижу отходы грузии и об этом не заявляется об этом не заявляет я опять же скажу я азербайджан и турция выгодно отличают от запада и россии то что и демонстративно и формально и фактически азербайджан и турция не вмешиваются во внутреннюю политику грузии я не знаю насколько вам со мной согласитесь или не запад мы видим на улицах табилиси западных политиков не приглашенных министров странного дела тогда принимающий участие в акцент против мы видели как шарль мишель был посредником между оппозиции и значит властями грузии правильно мы это видео и мы видим косвенное и прямое в свое время до финансирование политических организаций грузии со стороны россии косвенная поддержка той или иной там игра на противоречиях и тогда со стороны вас возникло азербайджан и турцию этого нет я например со своей стороны уже заинтересован стороной это говорит но вот мы это как бы вот я для это так лишь может сам не согласиться не соглашусь просто единственная один момент очень важный момент но для нас это не безразлично так скажешь я скажу так для вас это не безразлично и вам вы как раз таки могли бы раз таки вмешиваться но вы нет азербайджан нет там нет ресурсов и двойственное положение все-таки россия рядом и так далее и тому подобное а вот что касается турции я не уверен что на неформальном уровне не вмешиваться еще раз говорю эрдоган который не то чтобы европейский союз он даже на то и азербайджан не вспоминал в контексте никогда грузина турецких отношений у азербайджан периодически вспоминал но тоже не часто когда вот были визиты и был брифинг в основном говорилось грузина грузина турецкие отношения и когда эрдоган выходит и начинает говорить о том как важно грузию видеть вес и в нато в нато я еще понимаю но почему ему важно бить грузию вес то я понимаю что это сигнал но дело не в этом дело в том что у меня в свое время было время был разговор я по-моему и об этом рассказывал но прошу прощения запомнился время был разговор с профессором она университета анкаре он в одном из интенсов эрдоганов я у него спросил напрямую слушать я говорю у вас тут есть экономические интересы есть геополитические интересы вот азербайджан если там было еще до срока четвертой войны и так далее почему мы политически вообще никак не активны в грузии он на меня посмотрел говорит георгий мы не активны посмотри что посмотри что творится и что на нас только не вешали что будет если мы будем активными я не считаю что это правильно но это позиция анкаре ее нужно уважать теперь что касается запада если бы запад не вмешивался опять мы возвращаемся к тому стаму нашему разговору если бы не предоставлена была бы политическая крыша в свое время под региональные проекты никаких региональных проектов типа баку тбилиси джейхан не баку собственно баку карс рассматривалась как дорога между турцией и азербайджан баку кажется никто не рассматривал как региональный проект сейчас скорее всего когда россию перекрыли он может стать региональным проектом ну а что касается вот это то что я вижу так что на самом-то деле вот просто завершающая где больше всего должны быть заинтересованы в наибольшем вмешательстве запада сейчас именно в анкаре в богу даже больше чем в анкаре кстати положено значит один момент да есть что эти проекты под крышей сша которые крышевали сша без нашего активного участия и без кровопролитной работы тоже это синергия и нельзя говорить что они ходу а американцы в сто раз больше в бухали в афганистан и что и что то есть это все-таки от партнера очень многое зависит что касается опять же да очень много ясно будет концу года на что делать ставка иванишвили делает он ставку на американские выборы на свою победу на то что после прихода трампа европе будет не так комфортно как сейчас и они изменят отношения к своим партнерам какие бы они не были бы то есть все эти элементы я думаю что рассматриваются и даже во франции рассматриваются и не случайно сегодня посол франции в азербайджане посетила город лачин полетела в зангелан и кстати когда там едешь из зангелана в лачин проезжаешь под этим самым мостом да и ты видишь прямо вот этот серпантин где стояли эти французские фуры вот и армянский флаг конечно вот я на это все увидел то есть я что хочу сказать сейчас очень много меняется да и преддверии лоборов сша и многие страны делают ставки я думаю что грузинское правительство и лично иванишвили сделал какую-то ставку в этом отношении и я все-таки вижу его цель до продолжать интеграцию европу но быть более субъект я это так вижу потому что интересы иванишвили идти и там шевица делиться своим влиянием в самой грузии с россией я вот этого интереса меньше если честно не чисто как вот думать как он да как этом олигарх то как-то его называют и как политический деятель просто для меня было сюрпризом что он так рискнул азербайджанская позиция к американским выборам и к тому что происходит ну вот мы видели визит помощника президента азербайджана в сша до сел в самолет полетел это демонстрация того что продолжение отношения продолжаются в формате бизнес азербайджан если вы хотите что-то еще большего от азербайджан или же от региона ваши ожидания какие давайте проясним это вот наше предложение можете там дать ответ через неделю через две все равно ваша администрация 6 месяцев срока осталось мы видим другое отношение к турции то есть динамика очень большая и и это все завершится концу года когда пройдет выбор европарламент когда разъяснится ситуация соединенными штатами америки что они уходят в изоляцию или же продолжает этот тренд который сейчас у них есть так далее грузии в украине война как будет продолжаться какая динамика будет и в соответствии с этим вот в этот период до страны или делают какие-то ставки или же например как азербайджан укрепляют свои позиции в отношениях с основными центрами сил я это назвал стратегическим балансом из китайском с китайском направлении в российском направлении в иранском направлении в американском направлении европейский союз вот на следующей неделе саммит ес и центральная азия состоится и там азербайджан и фактически и формальные по умолчанию участвует ну больших большом количестве проектов то есть все это создает динамику в которой может быть мы или я или там кто-то другой может конечно ошибаться и тогда много на сегодня мне выводы такие что вот так использовать эту ситуацию ситуацию неопределенности различные элита в различных стран а давайте я задам такой вопрос вот чего сша могут хотеть азербайджан у меня есть мой ответ захотел бы ваше слышать и потом свою версию скажу почему бы они выходили ну ожидание соединенных штатов от азербайджана в разные периоды приоритетами были разными поэтому я назову темы и это не будет значить что первая тема является приоритетом эта тема и равна в той или иной степени в различные периоды опять же по-разному это где-то выходил на первый план где-то на десятый план тогда эта тема выхода союзников сша в центральную азию раньше ты был афганистан логистика и так далее но это тоже остается в каком-то формате это взаимоотношение значит регионального формата то есть там если уже азербайджан с армии идут по мирному треку то создание благоприятной атмосферы чтобы их стала и становилась больше в армии пример это уже внутренние динамики меня слышно даст очень до проживаться совсем я даже то как вы дышите не слышу поэтому я я открою небольшой секрет я иногда отключаю чтобы откажется а все понял понял вот кстати вот этой функции здесь нету вот в этом стриме здесь нет дождь мне иногда чихать хочет да сейчас вопрос заключается в чем эти ожидания эти интересы они формируются этот список есть и они обсуждаются открыто если ты ожидание вот максималистского характера то соответственно идет противодействие это тоже прекрасно не видел и помню как это все происходило даже каких-то моментов даже там и участвовал в этом всем деле вот так эпизодически и видел как проходит эти переговоры поэтому да есть списки ожидания где-то от нас ожидает большего мы говорим что нет мы больше этого сделать не сможем мы думаем что это удовлетворительно вот принципе и наши ожидания высказываются вот соединенных штатов открыто это сказал президент о том что геополитические линии на на южном кавказе азербайджан будет противодействовать этому я думаю что это нашло на привод это позитивно нашло понимание в сша и поэтому в вашингтоне оказался хитина дача я немножко упрощу схему я думаю что африканцам от азербайджану нужно только две вещи от грузии вообще одна от азербайджана только две вещи первая вещь чтобы ничего не угрожало интересам следующих компаний british petroleum шеврон эксен мобил дела дела у вас опять за не замирает замирает сейчас нормально что с интернетом сейчас нормально значит а я да я упрощу схему любого проще что она страдает конечно но зато она дает такое понимание сразу же я думаю что две нужно азербайджану от сша нужно от азербайджана и только одна от грузии от азербайджана нужно чтобы ничего не угрожало интересам таких компаний как british petroleum шеврон эксен мобиль мы будем считать что интересам компании союзников тоже но это уже следующее это уже не так важно учитывая долю их это первое и второе но желательно очень желательно чтобы всякие менендес и шефы или шеф да правильно да адам шеф адам шеф чтобы они не не делали мозги на слушаниях комитета конгресса очень желательно чтобы этого не было и все остальное все но по ирану честно говоря но есть у вас военно техническое сотрудничество о котором мало кто знает и никто не знает кроме очень избранных лиц поэтому а ну вы там там и есть там и осталось по центральной азии но был проект лазуритового коридора сейчас центральная азия ну да было бы неплохо если бы через центральная азия замкнула свои потоки до азербайджан и дальше ну это как стратегическая перспектива скажем так ну вот вот и все я создал очень простую схему так вот ни тому ни другому сегодня по второму были вопросы и сейчас они снимаются или сняты уже ничего не угрожают а в грузии угрожает вот вот в чем в общем то разница на самом деле я думаю что вот есть мнение зура абашидов кстати он ушел нужно его пригласить если он сможет долгое время правда был на месте по этому поводу тоже стоит поговорить так вот азура абашидзе рассказывал как в бишкеке он участвовал тридцать второй год что ли в совещании там было там были представители всех наших пятнадцать тогда еще бывших республик и был манфред бернер генеральный секретарь нато тогда и ну как манфред бернер готовился к тому что он будет всем доказывать что ребята мы хорошие мы с вами сейчас будем дружить и так далее и тут один за другим было закрыто это совещание начали выступать представители страны говорить что мы хотим в нато когда выступила одна из центрально азиатских стран небольших манфред бернер смотрелся за голову и сказал манго он понял с чем он стал тулс то есть на самом деле это миф что запад очень хочет сюда прийти чем-то рулить есть конкретные есть конкретные интересы и они на минималках но вот отдадут они эту минималку в грузии или нет это вопрос потому что у россии интересы тоже могут быть на минималках но эта минималка жизненно важная для них а для запада это не жизненно важная минималка то есть грубо говоря если россия не получит грузию и будет очень плохо а если сша там и европа ну перестанет быть грузия там кандидатом в члены евросоюза и стремится в нато ну неприятно но ничего страшного ничего судьбородного в этом для них не будет вот в чем разница еще раз говорю это не прогноз это риск это угроза которую нужно осознавать я вас понял надеюсь и зрители тоже то есть опять же здесь не может быть до противоречий есть между мной и вами до в виде но опять же моя формула состоит в том что если господина его не швили думать что он сидит на шлагбауме и это шлагбаум важен то его условия должны быть ваша позиция близка господину дубнову да видите я тоже я гвд мы тихо тихо я все нестандарт нестандарт или же он становится или он он становится более стандартным или же я стандартные вы оба нестандартные становитесь это на самом деле очень интересно и правильно но проблема в том что здесь практически все говорят о том что субъектность как раз таки мы больше теряем в этом случае чем приобретаем потому что субъектность на минималках когда у тебя отношения с сша а тем более последние 12 лет вообще до этого миша их трес говорил давайте дело интернет дело интернет интернет тогда придется на этом пожалуй но мы уже час проговорили придется закончить но я просто это безобразие я прошу прощения у зрителей я не знаю у кого интернет а сейчас на гвахе почему-то не по моему там волнами у вас идет что то что то такое в общем суть в чем суть в том что когда при миша было он тряс этих американцев и говорил хочу оставьте нас в покое а эти вообще на минималках эти ничего не хотят и тебе тоже говорят не хотите не надо мы тоже не хотим все ребята уровень нас удовлетворяет уровень нас удовлетворяет вот так вот большое спасибо большое спасибо спасибо большое спасибо всем нашим друзьям которые были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч спасибо 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 Спасибо.